Методические указания к лабораторной работе номер 9. Делает транзисторная логика и транзистор-транзисторная логика. Вообще, как таковых логических элементов или и не существует, они являются абстрактными моделями, которые помогают решать конкретные логические задачи. В реальной жизни логическими элементами являются транзисторные или диодные каскады и соединения их различной структуры. Для того, чтобы понять, что же такое диодно-транзисторная логика, нам нужно рассмотреть следующие введения, скажем так, следующие схемы, сделанные на ключах. Вот, например, логический элемент И сделанный на двух ключах, ключ А, ключ Б. Если замкнут хотя бы один из ключей, на выходе всё равно падения напряжения на резисторе не будет, потому что ток не проходит, для того, чтобы на выходе И была логическая единица, необходимо, чтобы оба ключа были замкнут, ток пошёл. Для логического элемента ИЛИ замыкание хотя бы одного из ключей приводит к протеканию тока по ветке R с резистором R и напряжению на выходе ИЛИ, который будет определяться, либо определяться напряжением выше 2,4 вольт, если напряжение питания будет 5 вольт. Таким образом, у нас есть некие логические уровни. В 5-вольтной ТТ-логике 5 вольт, а от 2,4 до 5 вольт устройства будут понимать как логическую единицу, а логический ноль будет соответствовать напряжению от 0 до 0,4. Теперь рассмотрим диодную реализацию одного из логических элементов. Но если посмотреть на таблицу истинности, то мы поймём, что это логический элемент И. Рассмотрим работу данного логического элемента. Вход 1 соответствует Х1, вход 2 соответствует Х2, выход соответствует У. напряжение питания 5 вольт. Неважно какой резистор, важно другое. Если мы будем подавать на вход 1, вход 2, то есть Х1, Х2 у нас 0, то потенциал на входах 1, вход 2 будет ниже потенциала питания. И электрический ток будет проходить через резистор. И один из этих диодов подняет напряжение на диоды в открытом состоянии. А диоды открыты, потому что потенциал здесь больше, чем потенциал на входе 1. Потенциал на питании больше, чем потенциал на входе 1 или в ходе 2. Соответственно, ток будет идти в этом направлении. В этом направлении диоды открыты, а если диоды открыты, то следовательно на них падение напряжения побольше 0,4 вольта, которое соответствует... ну, около 0,4 вольта, которое соответствует логическому нулю. Точно так же, когда один из входов будет равен нулю, а другой единице, тогда ток будет протекать через открытый диод, и напряжение на выходе также будет нулю. Другое дело, когда диоды у нас закрыты. Если диоды закрыты, то есть на входе 1 и на входе 2 также есть некоторый потенциал, который равен 5 вольтам, то тогда ток через эти диоды не пойдет, потому что потенциал одинаковый. Ток пойдет вот сюда, через этот резистор падения. Тогда мы будем фиксировать падение напряжения на этом резисторе, и все. Тогда у нас получается высокое напряжение и логическая единица. Дальше. Рассмотрим работу диодно-транзисторной логики. В предыдущем примере у нас были только диоды, однако если использовать много диодов и градить много элементов, то с повышением количества логических элементов и радиоэлементов падение напряжения на них будет увеличиваться. Поэтому для того, чтобы компенсировать это падение напряжения, компенсировать потери энергии, необходимо использовать активные элементы, так называемые активные элементы, которыми являются транзисторы. Транзисторы – активный или усилительный прибор. На данной картинке у нас биполярный транзистор, виртуальный биполярный транзистор, база, коллектор, эмиттер. К коллекторному выходу у нас подсоединен выход Y. Данная схема будет работать как логический элемент инея. Давайте рассмотрим, как это получается. И 1, X1, И 2, X2. Y – это у нас выход. Два диода, которые так же, как и в предыдущем примере, обратно включены по отношению к входам X1, X2. VCC – это питание, резистор R1, резистор R2, резистор R1. Только ограничительный резистор, резистор R2. Сопротивление коллектора достаточно для того, чтобы на выходе у нас получалась логическая единица. Если на входах X1 и X2 у нас будут логические нули, то есть земля, низкий потенциал, то сила тока будет проходить через эти диоды. Диоды будут открыты, и падение напряжения на этих диодах будет недостаточно для того, чтобы открыть базу данного транзистора. Тогда транзистор закрытый, ток через него не пойдет, ток пойдет... Падение напряжения на R2 будет достаточно для того, чтобы здесь получилась у нас логическая единица. Ток пойдет вот сюда, через АЛ. Таким образом у нас на выходе будет единица логическая. Дальше. Если транзисторы закрыты, то его падение напряжения будет огромное. Мы будем считывать падение напряжения на транзисторе, и на разность потенциалов между точкой OUT и землей будет соответствовать логической единице. Точно так же будет, если на одном из входов X1 или X2 будет логический ноль. Вот как во втором и в третьем случае. Тогда ток пройдет через один из этих диодов. Один из диодов будет открытый. Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. И в этих же случаях также база транзистора будет закрыта. И падение напряжения на транзисторе, так как его сопротивление большое, закрытого транзистора сопротивление большое, его будет достаточно для того, чтобы у нас здесь получалась логическая единица. Хорошо. В случае, если X1 и X2 будут логическими единицами, то есть 5 вольт, то тогда разности потенциалов между I1 и I2 и VCC не будет. Ток пойдет через базы-эмиттерный переход. Тогда транзистор откроется. Транзистор откроется. И его падение напряжения на транзисторе будет маленькое. Открытый транзистор практически не сопротивляется прохождению электрического тока. Тогда на выходе у нас будет логический ноль. Что и показано в той таблице. Тогда данная схема, как я уже сказал, будет работать как схема-эмиттерный элемент I1. Рассматриваем еще одну схему. Это у нас I1 только на транзисторах. Вот этот диод служит для стабилизации напряжения и чтобы не пропускать ток в обратном направлении. В ту сторону, вверх. Ток ограничителен, скажем так. И еще присутствует такой вот элемент многоэмиттерный транзистор. Его технология в изготовлении предусматривает подключение нескольких эмиттерных областей к одной эмиттерному коллектору. Здесь для того, чтобы создать эмиттерный транзистор, необходимо просто поставить несколько транзисторов. Мы в программе Multisim это рассмотрим попозже. Сейчас давайте рассмотрим работу данной схемы. Вход у входа 1, у входа 2 соответствует X1 и X2. У выхода соответствует Y. У нас VT1 многоэмиттерный транзистор, VT2, VT3, VT4. Транзисторы, которые помогают работе данной схемы. У входа 1, у входа 2, если мы подключим сюда низкие напряжения, то есть 0, то разность потенциалов между питанием и этими входами будет 5 В. Напряжение создаёт электрический ток, который будет протекать через базоэмиттерный переход на нём. Его сопротивления будет недостаточным для того, чтобы открыть транзистор VT2. Транзисторы VT2 закрыты, следовательно, и транзисторы VT4 закрыты. Потому что вот здесь падение напряжения между базоэмиттером, базоэмиттерным переходом будет недостаточно для того, чтобы открыть транзистор. Тогда нижняя часть схемы закрыта, работает только верхняя часть. Здесь, в точке А, у нас высокое напряжение, потому что коллектроэмиттерный переход имеет большое сопротивление. Следовательно, напряжение здесь большое. Транзистор VT3 открывается. Транзистор VT3 открывается. И ток течёт через транзистор VT3. Падение напряжения на транзисторе VT3 плюс на транзисторе VT1. Если на транзисторе VT4 он закрытый, если он закрытый, то значит его напряжение, падение напряжения на транзисторе VT4 будет достаточно для того, чтобы здесь получилось у нас высокое напряжение. И его напряжение будет, это разность между напряжением питания минус напряжение на резисторе VT4, падение напряжения на коллектроэмиттерном переходе VT3 и на диоде VT1. Здесь оно должно быть не менее 2,4 Вольт. Таким образом, если здесь у нас 0,0, то тогда на выходе будет высокое напряжение, то есть единица. Как у нас в предыдущем примере. Если же на выходе, на входе у входа 1, у входа 2 подать хотя бы одну единицу, 0,1 или 1,0 комбинация, то на выходе ничего не поменяется, потому что в любом случае у нас будет разность потенциалов. Хотя бы один из входа будет иметь низкий потенциал, сравнимый с землей. И тогда на выходе у нас будет логическая единица. Другой случай можно показать, когда на входах у входа 1 и у входа 2 будет высокое напряжение, равное 5 Вольтам. Тогда разных потенциалов между плюс УК и у входа 1 или у входа 2 будет 0 Вольт. Базоэмиттерный переход будет закрытым, так как разности потенциалов будет недостаточно для того, чтобы открыть этот транзистор. Тогда транзистор ВТ2 и ВТ4 будут открытыми. ВТ2 откроется, ток пройдет через коллектор сюда, ВТ2 откроется, ВТ4 также откроется, а ВТ3 будет закрытым. Почему? Потому что падение напряжения на транзисторе ВТ2 будет недостаточным для того, чтобы открыть транзистор ВТ3. Если транзистор ВТ3 будет закрытым, то здесь ток не пойдет, и тогда здесь напряжение будет нулевым. Так, ну хорошо. Далее мы рассмотрим работу данных устройств. транзистор-транзисторной и диодно-транзисторной логики в мультисеме. Продолжение следует... Продолжение следует...